Магаданская областная детская библиотека Это был маленький детский отдел в городской библиотеке имени Пушкина. Затем их разделили. Стала отдельно детская городская библиотека и отдельно библиотека Пушкина. Потом и детская библиотека подросла и достигла своего совершеннолетия, можно сказать, и ей вручили новое звание. Она стала областная детская библиотека, коротко ОДБ. И вот областная детская библиотека получает в 1969 году свое новое здание на Школьном переулке 1, где мы сегодня с вами встречаемся. Здание потрясающее, потому что до этого ютились в маленьком бараке. И незадолго до переезда в это здание случился пожар. Случился пожар вот в том самом бараке. И библиотекари, вот насколько были патриоты и действительно преданность своей работе, руками спасали эти книги. Руки были в ожогах. До сих пор в фонде нашей библиотеки сохранились книги обожженные, то есть те, которые травмированные книги, те, которые мы храним и вспоминаем вот те самые, то самое время. Они были выхвачены именно из огня. Но надо сказать, что к тому моменту для переезда в это новое здание уже была закуплена мебель. И эта мебель стояла тоже там, в тех помещениях. Все сгорело? Она погибла, да, все это погибло. Но когда мы переехали в это здание, было очень всего мало. А для того, чтобы существовало именно областное учреждение, нужно было определенное количество книжного фонда. А его на тот момент по определенным причинам не оказалось. И тогда по всей области были собраны книги из Ягоднинского района, и Севенска присылали, и Сусумана, и Семчана. Вот такая вот дружба библиотечная. Такой клич своеобразный был кинуть, да? Просто кинули клич, и все помогали. И сформировался фонд, пусть небольшой, но со временем, силами комплектования, он все-таки рос, рос и достиг масштабов каких-то определенных. Если вы говорите о том, что кинули клич, собирали книги, собирали фонд, значит, был спрос. Обязательно. Были дети, которые интересовались этой литературой. Поэтому и библиотека-то выросла. То есть из отдела в городскую библиотеку, из городской библиотеки в областную библиотеку. Крепло, развивалось, потому что сюда шли дети. И в большом количестве. Библиотека, когда переехала, она занимала только половину этого здания. Вторая половина здания занимала юношеская библиотека. И вот добрые соседи, мы общались, и все жили здесь дружно. Но потом юношеская библиотека получила свое отдельное здание, где она сейчас находится, в автотеке. А мы остались в этом здании. И за счет этого библиотека расширилась. Да, у нас на сегодняшний момент мы занимаем три этажа в этом здании. Один этаж – подвальное помещение, где располагается книгохранение. Два этажа – это этажи, где мы обслуживаем читателей. Книгохранение и закрытый фонд библиотеки насчитывает более 212 тысяч экземпляров на сегодняшний момент. Конечно, по сравнению с той горсткой книг, которая была спасена из той маленькой библиотеки, вы представляете, во сколько раз вырос наш книжный фонд. И беспрерывно растет, пополняется с каждым годом. Хотелось бы, чтобы еще больше пополнялось. На самом деле, очень часто задают вопрос, а есть ли востребованность. И вы меня об этом спрашивали. Да, есть. И на сегодняшний момент она не стала меньше. Мы всегда говорим о том, что раньше дети читали больше, а сейчас якобы они читают меньше. Ну, гаджеты все вытеснили, считается. Ну, мы так не считаем. Мы ведем определенную статистику, мы видим, да, может быть, меньше именно берут количество книг. А количество читателей у нас ежегодно растет. То есть мы, наоборот, такую тенденцию наблюдаем, что дети, наоборот, растут. А по возрасту можете отметить особенно заинтересованных читателей? Я не могу сказать, что вот этот возраст заинтересован, а этот менее заинтересован. Конечно, мы говорим о том, если говорим о самом маленьком возрасте. Ведь наша библиотека обслуживает читателей с первого года жизни. То есть уже маленьких читателей, которые еще в ползунках, их уже приносят, тогда уже не приводят еще, а приносят к нам в библиотеку. То есть есть определенное место для колясок. У нас можно зайти в читальный зал для малышек, который называется Кроха, и провести там время хорошо с ребенком. То есть пользуются спросом? Пользуются огромным спросом. Мамочки, которые сидят с детьми по уходу, очень часто их сюда приводят. И неважно, хорошая погода на улице, плохая, они всегда приводят к нам малышей. Есть манеж у нас, где можно в манеже побарахтаться. Есть сухой бассейн, есть горки, там прыгалки, скакалки, где можно побыть с малышом. А мама, в свою очередь, пока малыш развлекается, ползает и проводит как-то время, она за ним приглядывает и сама может... Может что-то почитать, полистать. Почитать литературу, да. Литература такая, в помощь маме, выписывается. Это и периодические издания. Лиза, мой малыш, Кроха. Ну, очень большое количество, всего не перечислишь. А также маленькие книжки, пищалки, купалки, книжки, которые можно нажать и услышать, как тебе расскажут сказку. Там и потешки, и ладушки, и что только нет. Ну, подобрано именно для этого возраста, до трех лет. Если мы перейдем с вами в другой зал, то мы увидим там зал, который уже от трех лет и до школы. То есть здесь для дошкольников полностью с большими, яркими иллюстрациями, с большими, хорошими, читаемыми буквами. Ну, действительно интересная литература, которую можно взять на дому и почитать. Тем более, что здесь, наоборот, надо ограничивать людей, говорить о том, что вы возьмите не более десяти книг, потому что люди хотят взять и больше. Я говорю, ну, вы же на десять дней берете. Прочитали и снова нам принесли. Успевают прочитывать, как вы думаете, или все-таки картинки листают? Нет, нет, мы спрашиваем. Мы такие хитрые библиотекари. Мы можем, из-под вали, принимая книгу, можем спросить, а о чем книжка интересная, понравилась тебе или нет. Ну, и там начинают уже, да, так интересно. Начинаем подробный пересказ. Оказывается, все читается. До какого возраста дети ходят к вам в библиотеку? Возраст не ограничивается. Дело в том, что дети, когда вырастают и даже уже становятся студентами каких-то вузов, они к нам приходят. Вспомнить детство? Нет, готовятся. Да, и что? У нас в педагоге, вот поступали девочки, которые были нашими постоянными читателями, они поступили и пришли к нам готовиться к каким-то сессиям, к каким-то заданиям. Ну, вообще, мы просто всегда идем навстречу. Мы привыкли работать с детьми. Библиотекарь детский, он еще и психолог. То есть он должен узнать, чем ребенок интересуется. Чтобы ему что-то предложить, почитать. Чтобы предложить что-то, вот как вы говорите, почитать, наверное, нужно быть и самому в курсе того, что сейчас актуально. Обязательно. Перечитывать, следить за новыми изданиями. Потому что одно дело, что у тебя свой собственный багаж, приобретенный в том же детстве, в подростковом возрасте, в студенчестве. Понятно. Мы взрослые, у нас приобретается какой-то багаж. Но выходит же новая детская литература, совершенно другая. Новые авторы появляются, новые издания. Да и всего невозможно сдать, но узнаешь специально для того, чтобы предлагать читателям. И если в детском возрасте это может быть небольшая, маленькая книжка, да, и библиотекарь, готовясь к обзору литературы. А обзор литературы у нас еженедельный проходит в библиотеке для наших сотрудников. Потому что мы все прочитать все не можем. А коротенько рассказать друг другу, о чем та или иная книга, мы можем. И вот то один отдел, то другой отдел готовит, и люди сами друг другу пересказывают немножко книгу. Чем заинтересовала? Интересная она, неинтересная, суховатый текст, или, может быть, наоборот, очень яркий, захватывающий. Чтобы в дальнейшем можно было рекомендовать своим юным читателям. А потом ты же видишь читателей, чем они интересуются. Конечно, может читатель прийти и сказать, я интересуюсь самолетами, покажите мне самолет. Это такая редкость. Чтобы ребенок четко знал, что он хочет. А чего обычно хотят дети? Если вкратце. Очень часто спрашивают книги о животных. Вот дети, на самом деле, очень любят животных, интересуются этой жизнью животных, взаимоотношениями животного и человека. Очень часто. Вот взрослые детки уже не так. Подростки уже интересуются, ну, какими-то, наверное, более взаимоотношениями человек-человек их больше интересуют. Ну, это и понятно. Они растут, они пытаются общаться. А телефон — это такая вещь, которая мешает общаться. Виртуально, пожалуйста, ты очень умный, ты очень успешный, ты можешь сформулировать свою мысль, медленно ее написать, с ошибками, без ошибок. А когда мы разговариваем вживую, мы разговариваем вживую. И там надо уже, как говорится, себя показать. Другие эмоции, да? Да, другие эмоции, чтобы не ошибиться, чтобы не обидеть своего собеседника, своего друга. Как понравится. Мальчик — девочке, девочка — мальчику. Ну, а такие книги есть именно вот для, специальные для подростков, именно для общения. Это очень здорово. Кстати, очень большая коллекция книг пришла. Так что приключили. Это что-то новое, да, у вас будет? Ну, я так думаю, года три последних мы постоянно пополняем эту коллекцию, и они всегда актуальны, потому что это вот именно для общения. Библиотека и ребенок 21 века. Я так понимаю, что контакт, в общем-то, найден. Благодаря усилиям библиотекаря все делается для того, чтобы ребенок, начиная с пеленок, заканчивая более возрастной аудиторией, шел с удовольствием в библиотеку. Но все-таки проблемы-то какие-то есть. Без этого невозможно. Как это преодолеть? Я скажу, что не совсем-то есть проблемы. На самом деле библиотекари стараются их решать. У нас как привлечь ребенка, да? У нас стоит задача, не проблема, я бы ее так не назвала. Это задача — привлечь ребенка в библиотеку. Еще бы я сказала, научить ребенка читать. И мне скажут, ну как, он же все умеет, он умеет читать. Нет, научить читать — это значит пропустить через себя, почувствовать книгу, представить этих персонажей, погрузиться в сюжет. Вот так надо читать, чтобы полюбить чтение. Мы же ходим на работу, получаем за это зарплату. Ну и ходили бы спокойно на работу и получали зарплату. Но когда ты ходишь на работу с удовольствием, получаешь от этой работы удовольствие, настроение, ты понимаешь, что отдача есть не только в денежном эквиваленте, но ты получаешь просто настроение от своей работы, совсем по-другому воспринимается. Так же и с чтением. Я так думаю, что у детей точно так же. Наша задача — их привлечь к чтению. Для этого создается масса проектов, интересных, захватывающих мероприятий, и через них мы пытаемся привлечь детей к чтению. В библиотеке существует очень много проектов. Как для дошкольного возраста, так и школьного, как младшего школьного возраста, старшего, подросткового возраста. Я думаю, эти проекты всем интересны в той или иной степени. Мы заметили, что дети играют в телефоны, они переписываются, они снимают селфи, очень популярные среди детей. Да что там взрослых, это тоже интересует. Но мы решили привлечь их немножечко по-другому. Пусть, хорошо. Телефон? Пусть будет телефон. Ты хочешь стать популярным, известным, получить кучу лайков? Пожалуйста, прочитай интересную книгу и расскажи своим сверстникам про неё. Что тебя там заинтересовало? Мы снимем это всё на камеру. Мы всё расположим на YouTube-канале. У нас есть свой YouTube-канал. И так заработала и получила свою дорогу в жизнь именно «Оранжевая студия онлайн». Это популярный проект у нас сейчас. Он родился в 2017 году. Молодой проект. Да, молодой проект. Но тем не менее в этом году мы выиграли грант. Президентский грант. 470 тысяч мы выиграли по этому проекту. Я думаю, сейчас он немножко расширит свои рамки и горизонты. Да, собственно, он уже начал расширять, потому что изначально была вот такая идея, чтобы дети именно делились прочитанной книгой. Затем нам захотелось, чтобы дети изучили основы журналистики. Пусть основы. Пусть это будет... Мы понимаем, что журналисты, это учатся долго, это кропотливо, это довольно-таки не один год, я думаю, нашей профессии нужно учиться. Но пусть основы они получат. И в нашей оранжевой студии мы стали проводить вот такие вот основы журналистики. Вы даете какие-то мастер-классы? Да, мы привлекаем к этому волонтеров-журналистов, так что вас тоже приглашаем, если вдруг будет желание и время. И ребята с удовольствием учатся вот таким изюминкам вашей профессии. А для того, чтобы они реализовали полученные знания, они могут реализовать их спокойно в стенах нашей же библиотеки, когда мы проводим какие-то массовые мероприятия. Освятить эти мероприятия, найти изюминку, в чем смысл, взять интервью у библиотекаря, который проводит это мероприятие. Это очень здорово. Пользуются спросом у ребят, да? Да. Но для вашей работы же очень необходим еще хороший словарный запас, умение красиво играть словами. А в этом нам тоже помогает Светлана Александровна Сафружова, наш библиотекарь и филолог. И она проводит с ними мастер-классы, умение красиво говорить, правильно поставить ударение. Не все дети этим владеют. Ну, очень здорово, что у нас есть такой замечательный педагог. То есть мы стали расширять рамки этой оранжевой студии. Все дальше, дальше, шире. И так уже замахнулись, видите, на, можно сказать, профессиональную подготовку журналистов. Здорово. А какие еще проекты пользуются популярностью? Дети любят читать. Любят читать. Я хочу большой акцент сделать. Но для них нужен стимул. Кому читать? Что читать? Как читать? У нашей сотрудницы появилась собака в доме. Она настолько в нее влюблена, что решила их познакомить с детьми. Эту собаку. Собака имя Белка. И привела ее в библиотеку. Стала показывать детям. И дети стали с большим удовольствием не только ее тискать, но говорят, а можно я почитаю собаки? И так родился новый проект «Книгав». Дети читают книги собаки. И Белка, безусловно, замечательный слушатель. Не каждая собака будет сидеть и несколько длительных минут действительно слушать излагаемый текст. Не убегать, не прыгать, не скакать. Белка потрясающий слушатель. Причем у нас одна девочка читала по слогам, читала неважно. И Белка уснула. Девочка не сильно расстроилась. Нет, нет, ну просто вот так вот получилось, что слушатель действительно, то есть, а когда ей интересно, она прям заглядывает в книгу, как будто и получается, как будто она прямо понимает. С котами не хотите поэкспериментировать? Они же более спокойные, вальяжные животные. Пока никто не завел такого кота. Пока мы только остановились на Белке. Вот. Причем все ее любят, приходят. И это же еще и контакт с животным. Мы же говорили с вами, что дети любят читать про животных. И не каждая семья может позволить себе завести животное дома. По разным причинам. У кого-то аллергия, хлопотно, утомительно. А здесь ребенок может пообщаться с собакой. И многие к ней приходят, прям приносят ей какие-то угощения, игрушки, шарики, мячики какие-то. Ну то есть, Белка уже нашла свой круг общения. Не говоря уже о том, что как у нее поднялся кругозор, я думаю, могла бы говорить. Что еще? Какие проекты у вас? Сейчас у нас год театра. Родился замечательный проект с помощью нашего сотрудника Оксаны Викторовны Ламейко. Это «Заразительный театр». Или такой простой и сложный театр. Вот так она назвала свой проект. Мы его называем «Заразительный театр». И он действительно заражает своей неординарностью. Потому что Оксана Викторовна вышла за стены библиотеки и отправилась напрямую в музыкально-драматический театр, который находится у нас по соседству. И надо сказать, что наши коллеги откликнулись и провели экскурсию незабываемую, и провели массу мастер-классов интереснейших. Рассказали про тонкости и секреты профессии. В свою очередь в библиотеке мы сделали массу книжных выставок по этой теме. Рассказали, какие бывают театры, у каких театров какая изюминка. То есть мы же можем с вами понимать, что театр кукол от театра драматического или от балета отличается кардинально. Чем отличается? Какая специфика? Ну, то есть дети подкованные теперь очень. Есть определенная сложилась группа детей, которых эта очень тема заинтересовала. И на сегодняшний момент Андрей Гусачев, популярный детский писатель, собирается издать книгу. Она уже готова к печати в нашем издательстве «Охотник», но еще не вышла в печать. А он уже нам разрешил, посоветовал, порекомендовал некоторые рассказы, которые мы можем в постановке сделать и закрыть таким образом год театра. У нас есть и другие проекты, наиболее интересные. Из них летний проект, даже два, два летних проекта. Это детский уличный фестиваль, когда мы выходим за стены библиотеки в хорошую, конечно, недождливую, мокрую погоду, когда можно будет вынести нашим горожанам книги и показать их на библиоскамейке. Это всевозможные скверы, которых у нас, слава богу, очень много в Магадане. И они действительно пользуются популярностью. Там очень много родителей и детей. И мы решили взять это на заметку и использовать в своем продвижении детского чтения. Таким образом, мы вывозим книги, делаем им выставки, популярные, интересные книги, замечательные. Таким образом, мы приглашаем наших читателей, нашу категорию возрастную, к нам прийти в библиотеку и почитать, может быть, еще какие-то книжки из этой серии или из другой серии, что им понравилось. Ну и они с пользой проводят время на улице. Это такие скверы, как сквер морской, мы понимаем, это Молдоревский сквер. Просто выезжаем на... Вот замечательное у нас есть место отдыха горняк. То есть там тоже есть места для отдыха, скамейки. А еще один летний проект. А еще один замечательный проект родился у нас два года назад. Книжный велопробег. Да, книжный велопробег. Автостопом по книжным тропам, так мы его назвали. Дети у нас очень активные. Ну, это во все времена, конечно, дети и активный образ жизни, они тесно связаны. Кто у нас на роликах катаются, на досках, на колесиках, на велосипедах, на самокатах, на чем только не катается ребенок. И в летний период он везде на этом всем ездит. Наша задача не только прилечь к чтению, не только рассказать, как можно читать, но и научить безопасности на дороге. Мы очень переживаем, когда ребята бегают, скачивают и перебегают дорогу. Поэтому мы проводим еще вот такое вступление о том, как правильно себя вести на дороге. И проводим это в самые первые летние дни. Обычно это проходит в первое летнее воскресенье. Как это выглядит? На нашей театральной площади, ну, или мы, скажем так, книжный арбат, вот тут вот можно так сказать, вот эта улица до улицы Ленина, мы располагаем столики. На столиках располагаем тематические книги. То есть каждый столик — это какая-то тема. В этом году присутствовала тема юбилейная, юбилей города Магадана. Мы ее использовали. Там же были вопросы про юбилей нашей библиотеки, потому что мы тоже юбиляры. Какой-то столик про животных, какой-то столик географический. И там были какие-то вопросы. Например, был такой вопрос, назовите сказочных героев, которые умеют в сказках летать. И тут масса вариантов. Это и Петер Пенн, и Карлсон, и Баба-Яга, и даже Драконы, или Зми Горыныч наш русский. В общем, можно было заработать сразу несколько жетонов за правильные ответы. И перемещаться к следующему столику. И каждый жетон, вот сколько бы ты ни заработал, в конце, когда ты возвращаешься на финиш, ты можешь обменять. В конфетном банке был большой конфетный банк. Здоровый такой сундук с конфетами. Каждый жетон — это конфета. Одна девочка вышла и говорит, я это всё своими мозгами заработала. Это было очень умилительно. Но это было правда. Молодцы. Они выигрывают, и у них возникает желание почитать. То есть даже если ты хочешь что-то выиграть, ты должен почитать. Что всё просто так не бывает в этой жизни. А в свой юбилейный год нам бы хотелось поставить замечательную какую-нибудь велостоянку для наших читателей на велосипедах перед библиотекой, которой у нас нет. Очень хочется её иметь. Какие ещё пожелания или планы на будущее относительно вашей библиотеки? Нам всегда в библиотеку хочется пополнения книжного фонда, чтобы он был богаче и интереснее. Книги сегодня очень дорогие, дорогостоящие, не будем скрывать. Вы все ходите в книжные магазины и видите, сколько они стоят. И очень здорово было бы, если бы на комплектование выделялось как можно больше денег. Ну, это, конечно, от нас не зависит. Это сколько нам выделят. Хотелось бы новых компьютеров побольше, хотелось бы интересного технического оснащения, побольше визуализации. Дети вообще визуалы все. Им хочется огромный экран телевизионный, чтобы там уже можно было провести какие-нибудь интересные викторины. Может быть, интерактивный стол какой-нибудь, на котором можно было бы провести массу мероприятий интересных, развивающих. Есть очень интересный проект «Будем вместе», который в этом году тоже был победителем и выиграл от фонда грант 420 тысяч именно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В частности, это было направлено на детей-инвалидов или для помощи родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. И очень здорово, что эти деньги мы действительно потратим на приобретение проекционной стены, которая там более 42 всяких разных программ, которые можно разные очень мероприятия провести. Техника идет вперед, и мы можем себе это позволить для детей с ограниченными возможностями. У вас, в частности, есть и книги для слабовидящих детей. Да, совершенно верно. Книги со шрифтом Брайля, для слабовидящих, для слабослышащих детей. Это очень здорово, что такие книги нам пришли. Мы им гордимся, этим фондом, что он у нас есть. И вообще сейчас у нас зал «Солнышко». Хотим мы оборудовать прям полностью для детей с ограниченными возможностями. Я думаю, в скором будущем, в ближайший год мы это сделаем. Ну, он у нас и так уже и функционирует для этого. С проекционной стеной, которая сейчас идет, я думаю, это будет более ярко и интересно. Там и планшеты, песочная терапия, и 3D-ручки. В общем, охватили несколько аспектов. Ну, считаем, что через творчество детям будет гораздо интереснее познавать этот мир. Наталья Екатерина, желаем вам творческих успехов, взлетов. Ну, и, конечно же, чтобы все то, о чем мы сейчас так горячо и тепло говорили, чтобы это все было обязательно реализовано. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова